Здравствуйте дорогие друзья, представляем вам видео обзор на штатную магнитолу. Эта магнитола подойдет на ваше штатное место вашего автомобиля без щелей и зазоров. Цвет пластика и подсветка кнопок полностью будут соответствовать штатному. Подключение фишек и проводов, пин-пин, без каких-либо доработок не влияет, если у вас автомобиль находится на гарантии у официального дилера. Данная магнитола имеет емкостный сенсорный экран, хорошее разрешение и яркость в солнечную погоду позволяет вам все хорошо видеть. Современный процессор MTK3360 и оперативная память 256 МБ делают данную магнитолу очень шустрой. Шустро работают такие карты, как Navitel, CityGids или Яндекс.Карты. Магнитола на платформе операционной системе Windows SE6. Она очень быстрая и надежная. Итак, давайте расскажу вам поподробнее. Сейчас она автоматически перейдет в режим радио. У нее есть такая функция «Возврат в последнее меню». Радио очень хорошо работает, очень хороший приемник радио. Если вы едете куда-то за город, радио не пропадает. Удобно переключать между каналами. FM-тюнер с функцией RDS. Сейчас мы покажем вам, как работает навигация Navitel. Вот у нас подключена навигация в помещении. Она поймала три спутника, проложила маршрут. Подсказывает, через сколько доедет, сколько километров, сколько времени осталось. Все очень удобно. 3D. Шустренько работает. Подключен 3G модем. Показывает погоду, показывает, где пробки. На SD-флешке у нас записан файл AV-шный мультик. Вот так, в принципе, быстро все включается и работает. Добавляем громкость. То есть, процессор спокойно тянет AV-шные файлы на флешке, раскручивает жесткий диск на терабайт. И можно также USB-флешку включать. Сейчас вам покажем USB-флешку. Сейчас мы включили флешку USB. Вот такой USB-проигрыватель. Аудио-файлы. Здесь можно и фотографии. Фотографии можно смотреть. И можно смотреть видео-файлы с флешки. У нас здесь записаны только аудио-файлы. DVD сейчас вам покажем. Плеер. Итак, DVD-диск у вас производит форматы DVD, VCD, CD, AVM, MPV, MPEG, MP3, MP4, JPEG. В общем, все форматы диск читает. Записали дома болваночку и поехали на дачу. Смотрите по дороге. Клипы, мультики, фильмы какие-то. У нас записана музыка на диске. Все отображается. Все очень хорошо. Вот так выглядит у нас эквалайзер. Очень мощный эквалайзер. Можно настроить музыку под ваш вкус. Встроенный браузер. Позволяет выходить в интернет, проверять почту, заходить в контакт. Сейчас мы зайдем на AUX. У нас подключен цифровой тюнер. Вот так работает цифровое TV. Очень качественно, качественный стереозвук, качественная картинка. Приятно, конечно, смотреть. В нашем интернет-магазине есть очень мощные цифровые тюнеры, которые показывают при скорости 160 км. Есть видеообзоры. Смотрите на нашем канале. А также есть еще недорогие тюнеры, которые показывают не в движении. Они стоят 1900 рублей. И тюнер помощнее стоит около 7900. Также в этой магнитоле есть встроенный аналоговый тюнер. Показывает он, конечно, не очень. Вот как сами видите. Но это в помещении. В автомобиле показывать будет лучше. Но ненамного. Смотреть его в движении невозможно. В этой магнитоле есть штатное подключение OBD-адаптера. Подключаете OBD-адаптер в Кан-шину. И все данные автомобиля он выводит на вот этот экран. Функция iPod очень удобная и очень корректно работает с iPhone. С iPod сейчас у нас подключена пятерка. Вот так выглядит интерфейс. Управляется полностью с магнитолой. Перелистывание песен. Случайный выбор. И также iPhone заряжается с этого провода. Что очень удобно. Ну, данной магнитолой идет подключение руля. Все пин-пин. Обучаете кнопки руля в меню. Без каких-то дополнительных переходников. У вас все будет работать корректно. Вашему вниманию была представлена штатная магнитола производитель Witsand. Один из самых крупнейших заводов Китая. Эта магнитола очень хорошая. Советуем вам ее приобрести в нашем интернет-магазине Autotalk. И ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.